Продолжение следует... Сам канал изначально был создан для показа короткометражных фильмов собственного производства, без бюджета и профессиональной техники, а также другого развлекательного контента. И вот теперь я решил открыть новую рубрику. Она игровая и посвящена моей любимой игрушке на мобилке. Поэтому, если ты смотришь этот ролик, но еще не подписан на канал, обязательно подпишись и поставь лайкос. Буду радовать тебя интересными кинчиками и разными прикольными видосами. Вернемся к самой игре. Для тех, кто не в теме, с обновлением 1.1.3.0, в игру была добавлена новая игровая валюта – боезапас, благодаря которой можно автоматически зачистить локацию, не тратя свое время, оружие и броню. При этом вы получаете лут, аналогичный тому, который вы бы получили при обычной зачистке локации. Классно? Ну конечно же классно! Но стоит ли оно того или нет? В этом мы сейчас с вами и попробуем разобраться. В настоящий момент получить боезапас можно двумя способами. Первый – бесплатный. Просто выполняйте задание в блокноте вживальщика, но там боезапаса кот наплакал. И второй – за реальный кэш. Расценки следующие. 20 единиц боезапаса 149 деревянных рублей, 100 единиц 699 и 201 090 рублей. Чем больше, тем конечно же дешевле. Для того, чтобы отснять этот небольшой ролик и показать лут, полученный с зачистки лок боезапасом, я уже задонатил 699 рублей. Поэтому не забудь поставить лайк под видео и подписаться на канал. Для тебя это бесплатно, бро! Ну а теперь перейдем от теории к практике и посмотрим, что же мы реально можем полезного получить с локации за боезапас. Хочу сразу уточнить, что его можно тратить только на оффлайн локациях. Но это вроде логично и комментировать здесь больше нечего. Поэтому начнем смотреть лут. И начнем мы, пожалуй, с полицейского участка. Тапаем по кнопке авто и смотрим. Материалы для исследования. Лопата, ломанный пистолет с револьвером, куски металлолома, молоточек и разных лам в виде тканей, пластикового мусора и так далее. При желании можно снять галочки с ненужных вещей. И они не попадут к вам на почту. Самая полезная из всего этого для меня, пожалуй, части турели, дубленая кожа и патрончики. Поехали дальше. Торговый центр. Снова небольшое количество материалов для исследования. Коцаные кеды. О, плата взлома. Это уже что-то. Есть пружина. Остальное можно легко добыть на простых локациях. Метро. Что же нас ждет здесь? Побитая куртка охотника. Совсем чуть самодельного пистолета. Есть запчасти электроники. И еще одна пружина. Немного дубленой кожи для брони. И серная руда. Пригодится. Погнали дальше. Гетто. Злой гетто с не менее злыми мародерами, которые так и норовят себя повалить. Смотрим. Две пилы. Отлично. Пригодятся для зачистки каньона. В остальном, конечно... Ну, много хлама, бро. Его можно выбить и бесплатно. И последняя локейшн сегодня это складчик. Рваные штанишки грабителя. Шестерня. И в целом ничего прям уж такого полезного. Ну вот, вроде и все. Покупать боезапас или нет, решать тебе и только тебе, бро. Что проще? Крафтить оружие и броню и тратить силы на зачистку сложных локаций? Или получить точно такой же лут в одно касание? От себя могу добавить, что если игра тебе действительно нравится, то почему бы иногда не побаловать себя быстрой зачисткой? Друзья, если вам понравился данный видеоролик и вы сочли его для себя полезным, напишите в комментариях, что бы вы еще хотели видеть по игре Prey Day. И я постараюсь это снять. В заключении, как я и обещал, интересная новость для игроков. Я планирую провести небольшой конкурс, победитель которого получит от меня лично новенький сет Охотника, Мачете и Дробовик. Условия конкурса вы найдете в моем сообществе ВКонтакте, ссылка на который есть в описании под видео. С вами был Страйдер. Всем удачи в игре. Пока-пока.